Я избивал моего шефа Увальня уже минут пять. Идеальное время, чтобы превратить его некогда довольную морду в кашу. Быть скрученным охраной, а также спонить, что... Я в этом месяце не заплатил за квартиру. Блять. Бравые ребята выбросили меня на улицу. Ментов вызывать не стали, ибо я дал ясно понять своему уже бывшему шефу, что знаю слишком дохрена. И при любом удобном мне случае эта информация может попасть не туда, куда надо. Пять минут интенсивной работы кулаками за это время не только лицо мистера Дубровски превратилось в месиво, но и мои руки превратились в кровавое нечто. Кожа на костяшках полопалась, а рубиновая обжигающая кровь пятнами осела на белой рубашке. А ведь я с понедельника не курил, а на часах уже субботние шесть вечера. В десяти минутах от офиса был шикарный бар, где так уж сложилось, меня знала каждая псина. Поэтому только моя нога переступила порог, все взгляды были устремлены на дверь. Не гроня в честь тяжелого рабочего дня за мой счет, Бобби! Старик Джо. Я обожаю этого добродушного толстяка. Седина уже ударила мою в голову, на хватках жизни он не растерял. Его семья из поколения в поколение владела этим баром, а он в свою очередь уже тридцать лет наливает всяким пьянчугам проходимцам вроде меня. Давай водку, старик. Не грони будет потом. Повесив грязный пиджак на мешалку, я уселся за пустую барную стойку. Все зевакеры столкались по столикам в темных и дальних углах бара. С кем это ты так? Неужели все-таки избил босса? Бармен поставил графин с прозрачной жидкостью на стойку. Стакан нужен? Или ты так? Из горла? Все еще не так плохо в моей жизни. Пока еще. Содержимое графина полилось на кровавольную руку. Жжется. Стиснутые от боли зубы скрипели у меня во рту. Джо дал полотенце, чтобы протереть руки и стойку. Остаток графини все-таки я выпил залпом. Мерзкий вкус. Разве я тебе говорил, старик? Насчет шефа. Парень, не называй меня стариком. Джо явно не нравилось, когда с ним фамильярничали, но я люблю старика. Мы с ним встречаемся каждую неделю, когда я просаживаю деньги в его баре. Он радушно мне наливает, рассказывает о жизни, спрашивает, с кем я в очередной раз махался и сколько сигарет на этой неделе выкурил. Да, ты говорил, что набьешь ему морду. Мол, своим довольным лицом пытается вырвать тебя из равновесия. Что за чушь вообще? Нет, не чушь, старик. Я ж уже объяснял. Не люблю, когда люди без причины мне улыбаются. Это выглядит жутко и подозрительно. Ты либо дрочишь на меня в туалете, либо тебе что-то от меня надо. Если с первым пунктом могу смириться, мне как бы не жалко. То вот со вторым у меня проблемы. С головой у тебя проблемы, парень. Джо всегда знал, что мне сказать, и говорил это прямо, не боясь моей реакции. Еще один плюс, из-за которого я к нему так привязался. Он всегда был честен. Думаю, тебе просто надоела работа в офисе, вот и все. А вся эта мутина годится только для того, чтобы глупых девок клеить. Из грудного кармана бармен достал пачку сигарет и предложил мне. Купил уже пачку? Или все еще бросаешь? Так и быть, угощусь. Понедельник. Если она резко повернется, то от ее на крахмального воротника точно отвалится кусок. Нахрена так усердствовать? Причина увольнения с предыдущей работы? От нервного тика дамочка стучит карандашом по столу. Пиздец, как раздражает. У меня с начальством были разногласия по организационным вопросам. Я улыбнулся с самой своей обаятельностью возможных улыбок. Конечно же, последовала реакция в ответ. Господи, ненавижу собеседование. С момента последней выкуренной в баре сигареты прошло чуть больше 36 часов. Пластырь мне не спасает. Это все для детей, которые начали курить в 16 и уже месяца через два боятся зависимости. Я с никотином знаком больше 10 лет. Последствия такой дружбы не заставляют себя долго ждать. А можно спросить, что у вас руками и лицом, Роберт? Неудачное знакомство. В другом виде я бы вам понравился, не сомневайтесь. Стук карандаша уже доводил меня до истерики. Расскажите о паре своих лучших качеств. Блять, как я ненавижу такие вопросы. Секс со случайными встречными? Пьянство? Дебоши? Это считается сильными сторонами? Неа, не думаю. Целеустремленность работы в команде, отвисность, терять еще других несомненно важных характеристик. Вы думаете, что это глупые вопросы? Девушка на мгновение прекратила свой треморный стук. Да. Потому что все лгут, когда отвечают на такого рода викторину. После минутной паузы девушка снова завела свой задолбатор в виде стучащего карандаша. Она нагнулась ко мне так, что я мог лицезреть ее демонстративный вырез. Привлечение внимания к маленькой груди. Да, да, знаю. Слушай, умник, у меня таких, как ты, за день бывает до 20 доходит. Она перешла на наш опыт. Думаешь, мне интересно слушать весь этот бред? Наверное, думаю, что ты один такой на всю планету. Скажу тебе сразу, ты не пройдешь это собеседование. Как для начальника отдела по сотрудникам, ты слишком нервная. Ну что, завтра пойду на другое собеседование. Может в бар? Знаю шикарное место. Пиши адрес. Встретимся там в 7. Вторник. После секса с этой корпоративной мышью я так и получил свою работу. Мне выделили уголок в офисе, табличку под имя и степлер. Все остальное ушло в комплекте. Хм, даже после секса не курил. Уже часов 50 прошло, нужно в следующий раз записать время. А, да, забыл. Теперь мой шеф. Это жирный ком сало по имени Монро. Что за имя идиотское? Это ходячая реклама фастфуда. Имело противный звонкий голос и маленькие крысиные глазки, которые то и дело прятались за исполинскими щеками. Так же со мной работает мини-версия Адольфа Алоизыча. Худощавый, мерзкий, имеющий такие же мерзотные усы. А так же катившая прямиком из доисторических времен девочка абориген. Идеальная, блять, команда. Четверг. Корпоратив в честь моего устройства. Даже сама идея этого звучит уже тупо. Но отступать мне было некуда. Джо с радостью согласился провести данное мероприятие у него в заведении. Старик тут же принялся ухлёстывать за Монро, и в чём я мысленно пожелал ему успехов. Мини-Гитлер же, в свою очередь, после нескольких шутов принялся блевать в туалете. А мне оставалось только наблюдать за этой вакханалией, затягиваясь очередной сигаретой. Аборигенша хотела заговорить со мной, но после совета обратиться к дантисту она, видать, обиделась. Не особо хотелось, чтобы эти кривые зубы откусили в сральнике мне часть плоти. После пары часов, когда уже и Абориген ушёл в безумие от алкоголя, к нам присоединилась Барбара. Это та мыч, которая вела собеседование. В этот раз вместо рубашки она была одета в розовую футболку. Словно ребёнка посадили пилотировать бабское тело. Она была в этом так нелепа. Но я ей это, конечно, не сообщил. Что, ты же должен развлекать меня весь оставшийся вечер? Где все? Самый дебильный вопрос, с которого девушка начала вечером. Не знаю. Может, по домам разошлись. Собственно, сделаю и я. Одним глотком я допил содержимое стакана и стал деваться. Может, к тебе? Не, я не сплю с несовершеннолетними. Извини, солнышко. В ответ лишь был глупый, непонимающий взгляд. Роберт, уже уходишь? Вдруг раздался раздражающий голос свиноматки Монры. Она поправляла волосы. Джо, видимо, любит держать за голову во время минета. Да, ухожу. А это не очевидно. Тогда завтра жду от тебя что-то. Восемь ноль ноль. Как же мерзко она протянула нули. Как будет угодно. Доброго вечера. Суббота. Старик, налей мне водки и дай сигарету. Я сегодня с работы уволился. Кровь Монры пятнами разошлась по белой рубашке. Она еще и прокусила мне руку. Жрать, наверное, хотела. Все же, парень, я думаю, работа в офисе не для тебя. А с вас, как обычно, Лукас и писька и до свидания. Адьос, братва. Для вас читал Антон Саныч.